Эй, всем доброго времени суток! Добро пожаловать в Хижину Музыканта, так называется мой канал. Меня зовут Раиль, и мы с вами сегодня будем разбирать довольно классную песню. Это хит 2015 года, песня Lean On, что в переводе означает «Опора». Артист этой песни, а их несколько артистов, можно сказать, это Major Laser, Fit DJ Snake, плюс Fit Mo, как эту девушку-пирицу зовут, голос которой звучит в песне. Вот эту песню с вами разберем, как я говорил уже в разборе песни «Тока-тока», начиная разбирать всякие клубные вещи, и не только на русском языке, но также еще и на английском, потому что это действительно круто. Такие клубные вещи, они довольно простые при игре на гитаре, но звучат на гитаре очень органично, классно. Давайте посмотрим, как играется эта песня, хитяра 2015 года. Вы наверняка хотите научиться эту вещь играть, потому что это легенды уже, в своем роде. Давайте приступим, я сыграю эту песню специально для вас, и потом посмотрим все остальное в этой песне. Субтитры делал DimaTorzok 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 Аккорд ЕМ И аккорд G Вот, на основе этих четырех аккордов складывается вся песня. Ну, как вы заметили, я исполняю песню совсем другими, в совсем другой тональности, но аккорда не меняется, вы можете это все транспонировать. Можете спеть от ноты не от до, а от ре, например. Ре будет сначала, потом ми, потом фа диез минор, потом ля, или вот здесь ля. Можете транспонировать, можете от ми спеть ми, фа диез минор, и си бе. Да, но я пел, ну, обычно в двух тональностях эту песню пою, вот, например, в такой тональности соль, в тональности соль мажор G. То есть, я играл такие аккорды, соль, ля, потом си минор, бе, и также аккорд Ре. Вот, простыми аккордами это тоже самое может сыграть. Соль берем здесь, а берем здесь, потом си берем здесь и Ре. Вот такие вот пряники. Все это, зачем я вам показал в таком количестве, в разных тональностях, для того, чтобы вы спокойно могли спеть песню в той тональности, в котором вам удобно петь. Для меня удобно было вот в тональности ля, мажор, или соль мажор. Ну, то есть, до диез минор в тональности, или ми минор. Да, вот такие вот дела. Вы выбирайте сами, в какой тональности вам удобнее петь, дорогие друзья. В любом случае, эти четыре аккорда можно легко транспонировать. Ставим каподастеры, играем простыми аккордами, как говорил С, там, Д, Е, М, G. Да, это уже от вас зависит, в какой тональности вы будете петь. Здесь нужно уметь подбирать, скоро уже создам урок по совмещению гитары и вокала. Ждите, ждите, друзья, осталось чуть-чуть, простите, что так вот все затягивается. Но ничего, посмотрим давайте наш бой. Так, на основе чего будем смотреть? На основе простых аккордов, конечно же. Кстати, вот аккорд С, Ре, потом Ми вот это, Ми минор можно взять вот здесь, на девятом ладу. Но можно оставить от него лишь две верхние струны. Квинт-аккорды. Квинт-аккорды можно оставить, да? Смотрим, какой ритм у нас в песне. Вот такой ритм. Казалось бы, клубняк клубняком везде одинаковый ритм должен быть. Но можно по-разному, чуть-чуть, оказывается, все это ритмически оформить. Вот ссылочка на разбор песни «Тока-тока». Это тоже клубняк, вообще практически похожий на наш линон. Но там движение было такое. А у нас здесь совсем чуть-чуть другое. Здесь у нас посложнее, ребята, но давайте попробуем. Давайте, друзья, посмотрим бой из первого куплета нашей песни. Песня начинается на аккорде Ми. Здесь. И все это исполняется приемом Palm Mute, когда вы ребром вашей руки закрываете, ну, блокируете струны, где-то вот у порожка нижнего вот здесь ставим. Palm Mute, чтобы такой звук приглушенный получился. И играем Ми минор. От приглушенного поднимаем руку, и звук, то есть, открывается. Во всю можете открыть. Такой же ритм играем. Раз, два, три, раз, два. То есть, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два. Такого у нас еще ритма не было, так что учите, запоминайте, друзья. Посмотрим теперь уже самого куплета. Вступление сыграли на аккорде Е, М. Дальше уже аккорд С. Тоже играем так же. Раз, два, три. Потом аккорд Ре. Раз, два, еще раз. Раз, два, три, раз, два. Вот на аккорде Ре у нас чуть быстрее. Чуть более суетно идут два удара. Аккорд Е, М дальше. Понимаем? Вот и все. И все это нам нужно заблокировать, как уже сказал. Вот здесь ставим ручку нашу. И где-то на третьей, четвертой и второй струне все это играем. По этим трех струн. Такой приглушенный звук должен быть. Руку сильно не вытаскивать и вообще звука не будет. Чуть-чуть вот приглушили. Играем. Вот, руку поставим. Вообще, как я тут изворачиваюсь, чтобы вам все показать, друзья. И пробуем, пробуем, пробуем. Здесь я сыграл квинт-аккордами, поэтому пятую и четвертую струну воспроизвел только. Можете так же сыграть. Или так. Можете так сыграть. Или же полными аккордами сыграть. Вот. Надеюсь, вы поняли движение. Отстукивать ногой можно ритм. На первую долю отыграем. Раз, два, раз, два, раз, два. И играем. Из-за того, что мы на открытых струнах играем, некоторые струны могут зазвучать. Поймайте такой ритм. С ногой обязательно тренируйтесь. Будет легче. После куплета у нас идет припев. Его я играю уже с самым таким приемом, который тоже часто использую. А вот после этого приема сразу забегу вперед, скажу, у нас фрагмент такой идет, где я уже не напал мьют, а по открытым струнам играю тот же самый ритм, который я играл в куплете. То есть везде теперь уже по три удара играю. На каждом аккорде. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Попробуем спеть куплет. Очень низко мне, но вы, надеюсь, поняли. Дальше идет припев, дорогие друзья. И сейчас мы его рассмотрим. Дальше, друзья, припевчик идет, и он играется таким вот боем. Два раза бьем большим пальцем около нижнего порожка по струнам. Этот прием называется тамбуру. Мы его с вами проходили во всех клубных песнях, которые я разбирал. Два раза бьем, и один раз по барабану. И играем. Аккорд С. Д, Е, М, Джи, С. Попробуем со словами. Очень низко мне эту песню петь в этой тональности, поэтому извиняюсь за такой хрипловатый звук. Дальше опять-таки идет второй куплет. Банально. Также таким же боем. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. На аккорде С мы раз, два, три играем. На аккорде Е, М, раз, два, три. А на аккорде Д и Соль играем раз, два только. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, Раз, два, три, раз, два Надеюсь, понятно Потом опять-таки идет уже второй припев, как обычно Но его можно чуть-чуть разнообразить перебором И продолжить опять-таки боем Вот и все, в принципе, песня очень легкая Все понятно и доступно Находите свою тональность Если что, пишите мне по вопросам в личку ВКонтакте Добавляйтесь в друзья Вроде все понятно, объяснил Можно простыми аккордами от любого лада играть Если у вас есть каподастер А можно при помощи баре, как я играл И все, и так же Раз, два, три Вот и все На этом и сказки, конец, дорогие друзья Да, вот такой вот разборчик получился Если он вам понравился, если он был полезным Друзья, оставляйте, пожалуйста, комментарии Пожелания, что не хватает, что делать С вами у нас интерактивчик должен быть Давайте общаться, поддержим друг друга Кстати, я на днях только На своем паблике ВКонтакте Кстати, обязательно вступайте в него Там последние новости появляются чаще Чем на Ютубе Ну, там потому что можно написать А на Ютубе тут фиг, что напишешь Вступайте, вот ссылочка на мой паблик Там вот я недавно такую тему замутил То есть, если у вас есть хороший видос С кавером на какую-либо песню Которую вы разучили по моим урокам То скорее присылайте мне В этом паблике есть там кнопочка на стене Предложить новость Туда нажимайте, оставляйте видос Я послушаю Если он будет достойным Я его опубликую на стене у меня в паблике Это будет некого рода для вас пиар Да, сможете продвинуться чуть-чуть Может, кто заметит Ну, думаю, интересно же вам Нужно же вам делиться Вашими работами Вашими достижениями То есть, учились же по моим урокам Я должен оценить, что вы там учите А может быть, вообще и не учите Не знаю В общем, давайте присылайте Я буду ждать Еще одна напоминалка у меня есть Хотел сказать, что Теперь я есть в инстаграме, друзья Меня можно найти по имени Раиль, по-английски Арсланов Без никаких там дефисов Тиражек Просто набирайте Rail Арсланов Как Вечно переводчик переводит мое имя Как Железнодорожный Арсланов Смешно, да? Переводится как Железнодорожный Ну, так по-английски пишется мое имя Так что Ищите таким вот образом А я вас, друзья, благодарю за просмотр этого видео Надеюсь, у вас получилось Разучить такую Классную песню Призываю подписаться на мой музыкальный блог На Хижину Музыканта Чтобы не упускать Волшебные уроки По игре на гитаре Всякие секреты Будем раскрывать Фишки Буду делиться всякими секретами Еще раз говорю А для того, чтобы не упустить Вам нужно всего лишь нажать на кнопку Тяжело, что ли? Нет Спасибо за просмотр Репостим Ставим лайки И до скорых встреч С вами был Рэй Субтитры сделал DimaTorzok